Наша программа продолжается, вечерние встречи в эфире у микрофона Ирины Гленской и наш гость, друг редакции Александр Васькин, известный писатель, историк, историк Москвы, автор книг из серии «Повседневная жизнь человечества». Сегодня мы продолжаем вспоминать, как отдыхали москвичи лет 30 тому назад, какие виды отдыха любили, какие маршруты привлекали внимание. Морские, речные, круизы очень были популярны, и главное, что всё-таки они были доступны. Это было не очень дорого. Они действительно были доступны. И когда сегодня мы вспоминаем, то поражаемся масштабу вот этой, что ли, системы. Действительно, система, потому что в каждом регионе морском Советского Союза была возможность обязательно добраться туда на корабле. Например, для гурманов существовал арктический круиз по Северному морскому пути от Мурманска до Петропавловского, Камчатска. Можешь себе представить? И даже по морям Северного, Ледовитого и Тихого океана. Но вот сейчас даже не верится. Всё это было. Почему это всё было? Потому что была у нас своя база соответствующих плавсредств. Были свои теплоходы, пароходы. Свои команды, свои моряки. Безусловно. Специалисты готовились специально. То есть не было недостатка в кадрах. Сейчас ведь в чём проблема. Кадры, кадры. Это была романтическая профессия. Капитан корабля. Капитан, капитан, улыбнитесь. Недаром эта песня существует. Ведь улыбка – это флаг корабля. Вот вы верно, Елена Семёновна, заметили про доступность. И иногда эта доступность, она оборачивалась боком. Я вам хочу сказать. Я такой случай сейчас приведу. В декабре 1974 года вражеские голоса, не будем говорить какие, клеветнические, передали, что советский гражданин Занислав Курилов спрыгнул с пассажирского парохода Советский Союз, совершавшего круиз из зимы в лето по Тихому океану из Владивостока. Пароход шёл без остановок. Поэтому на него пытались попасть очень многие. Ведь вы выезжаете как бы за границу, но вы остаётесь на территории Советского Союза. Ибо теплоход – это территория Советского Союза по всем, так сказать, законам, которые действуют в мире. И момент очень интересный. Потому что если вы бы хотели поехать просто в Неаполь, понимаете, на корабле, тут вам нужно проходить выездную комиссию. Это было серьёзно. А здесь не надо. Вы путешествуете без возможности выйти куда-либо. Ну, это интересно, кстати. Может быть, кто-то слушает нас. Кто путешествовал. Да, давным-давно и сейчас вспоминается. Ну, напишите нам. Да, это интересно. Из зимы в лето. Вот было такое. В газетах, кстати, всё публиковалось. Вечёрки в той же. В том числе даже и в вечерней Москве. Что вот все эти круизы, открывается навигация. Он был очень популярен. Это была экзотика. Ну, конечно. И вот этот знаменитый учёный-океанограф, он стал знаменитым после своего героического броска. Курилов. Он проплыл 100 километров. И за три дня он доплыл до Филиппинского берега. Три дня плыл? Да. Это интереснейший человек. Случай. Он, по-моему, в Израиле жил, уже нет его. Потом. Вот он написал книжку «Воспоминания». Когда готовил свою книжку, всё это прочитал. Очень интересно. Как он готовился? Как тренировался? Он уже поставил себе цель. Понимаете? Он должен три дня вот эти выдержать. Ну, там могут и акулы быть, понимаете. Бог знает что. Правда? Ну, вы посмотрите, какая тяга к миру капитализма, так сказать. Вот не жилось ему здесь. Это на что надо пойти? Представляете, какой они козырь там получили? За рубежом. Как вот, да? Смотрите, советский гражданин не может вырваться из оков, да? Вот этих вот. Как они тогда говорили, империя зла. Вот это же их выражение. Вот так вот было. Люди бросались с парохода три дня, вот не выпускали. Сейчас езжай, пожалуйста, как бы. Ну, образно выражаясь. Образно выражаясь, да. А тогда что только не делали. И вот он, пожалуйста. Он, Курилов, не имел перспектив выезда за границу. И поэтому он решил таким образом покинуть родину. Но главное, что он доплыл. Это удивительно. Да, доплыл. В случае, вообще не имеющий аналогов, чтобы вот так вот... Нет, понятно, что есть пловцы, которые преодолевают Тихий океан, правда? Ну, Саша, Тихий океан все-таки... И Атлантик. Но их сопровождают. Вот так, чтобы один, понимаете? Это даже вот как-то, не знаю... Ну, правда ли это? Нет, это правда, потому что такой человек есть. Ну, вот вам последствия. Ну, естественно, меры приняли. Меры приняли. Что же это такое? Получается, их не пускают в дверь, они в окно, да, норовят. Вот как быть с этими гражданами, безответственными, которые не могут оценить всей прелести путешествий, я не знаю, на Эльбрус, да, там они... В Крым, на Камчатку. Нет, им надо куда-то вот туда... Прыгать. Прыгать, и вот в том числе из парохода. И, безусловно, остальная часть советских граждан, она даже не думала никуда прыгать. Ну, не очень ты прыгнешь. Не очень ты прыгнешь. Здесь мы вспоминаем фильм «Бриллиантовая рука», где как раз в центре повествования круиз морской, да, по европейским городам, это всевозможные портовые города замечательные, там рассказывает Семен Семенович. Особенно интересно встреча с проституткой, когда он говорит, что он объяснит. Облик и морали. Облик и морали. Да, безусловно, здесь уже выпускали после выездных комиссий. Там мы все... Фильм замечательный до сих пор, наверное. Один из лучших фильмов «Гайдая», который много снял. Он отражает советскую повседневность. А песни-то какие замечательные там звучат. И песни о зайцах, помните? Прекрасные. А на пароходе Миронов поет. «Остров невезения». Да, «Остров невезения». И ведь тоже были придирки, цензуры к этой песне. Кого вы имеете в виду, спрашивали режиссеры? Это что за остров такой? Это что за люди там живут? Это намек, может быть, какой-то. Почему они у вас в понедельник там все... Отменить. Да. Может быть, это аллегория? А вы, говорит, другой имеете совсем в виду. А вы о чем подумали? Другой какой, да. Не остров, а страна, может, какая. Но вот даже такие глупые придирки были. Вообще, эта цензура, это особая область такая советской жизни. Потому что мы даже иногда себе не представляем вот эти минные поля, по которым ходили творческие люди. Вот я вам расскажу. Геннадий Шпаликов написал стихотворение «Я шагаю по Москве». Долго он там сочинял, от него просил. Георгий Данелли, какой-то текст необыкновенный. И в конце концов он сочинил. Помните там слова «белый парус распущу, пока не знаю с кем». А первоначально было по-другому. Тоже как бы речь о путешествиях идет. «Белый парус распущу, пока не знаю где». И придрались к этому слову «где». Что вы себе позволяете? Сказали «где». Что имеется в виду? В Америке, что ли? Прямо так и сказали. Или, может, в другой какой стране обетованной. Прямо вот так вот Данелию было сказано в глаза. Думайте, думайте, меняйте. Но они быстренько сочинили, пока не знают с кем. Пускай лучше так будет. Послушаю, моя шага по Москве. Песенка-то прелестная. Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо. Веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо. А в них блестит садовое кольцо. И летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве. Но я пройти еще смогу. Соленый тихий океан. И тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу. Пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, Под снегом я фиалку отыщу. И вспомню о Москве. ПОДПИШИСЬ! АВЛЕННЫЕ РОДОСТИЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот удивительно вспоминается, Саша, подробность. Перед нами ваша книга «Повседневная жизнь москвичей в столице Хрущеве и Брежневе». Удивительные особенности. Ну а сам Брежнев и Хрущев как отдыхали? Они любили отдыхать отдельно от людей как бы. Ну, утомлялись всё-таки очень. Утомлялись, да. Вы знаете, у них были свои дачи в Крыму, в Питсунде, на побережье, Черноморском побережье Кавказа. Ну и на Балтике, конечно, в Паланге. Да, там были они редко бывали, потому что что-то там, может быть, знаете... Хладновато. Может быть, не было душевности такой. Когда вот выйдешь, там случайно столкнёшься с кем. Там же тоже местные жители-то с поддёвкой всё время такой, понимаете. Но выходили ли они, Леонид Ильич и Никита Сергеевич? Иногда были. Иногда. Вот один случай сейчас я расскажу, раз мы затронули. Такую острую тему. Никита Сергеевич, Хрущев отдыхал как раз вот у себя на даче в Рианде. А у него была дача интересная, там бассейн сделали прямо в рощи реликтовой. Вроде нельзя рубить-то. Ну, сейчас. Можно. Иногда кому-то можно. Кому-то можно. Что вы думаете? Он, значит, отдыхает. Это, кстати, легенда, она связана с Хрущевым из Брежнева. Ну, я думаю, она имеет под собой основания, безусловно. Почему? И вдруг женщина вылезает из воды, а у неё пакет в зубах, целлофан. Там заявление на квартиру. Понимаете, квартира была нужна. И вот, представляете, люди на что шли, и её охрана ничего с ней не пристрелили, ничего. Приняли её, всё, заявление приняли, потом квартиру дали. Так что вот вам, пожалуйста, столкновение с народом. Всё равно народом просачивался как-то этот, понимаете, квартиру им. А они знали, что там вот Никита Сергеевич, как можно было узнать, вот этот участок, он контролировался кораблями пограничными. Вот, по-моему, было, если они на рейде стоят, значит, Никита Сергеевич на даче отдыхает. С нами, отдыхает. Да, в Питсунде там ещё где. И вот так же вот он на даче-то и проворонил свою должность. Вот он отдыхал там, отдыхал, это было осенью. 64-го года. Да, пока он отдыхал, они там собрались и решили всё. Да, да. Тогда всю правду мы узнали про него. И он приехал, уже, в общем-то, всё уже было решено. Но удивительное само отношение Хрущёва, потому что он думал, что, видно, его не касается борьба за власть. Как Никоян хорошо сказал Стасу Ивановичу. Он сказал, что твой отец... Он сыну сказал Сергею Никитичу. Твой отец забыл, что борьба за власть. Бывает и при социализме. Это интересный момент. Поэтому вот 10 лет он так просидел, много чего, в том числе и в области туризма. Ну, сделал-то много всего. Да. Конечно, им было непросто. Они с ним могли поехать. Сяш, простите, а вот как вам кажется, что он не понимал, что против него... Нет, конечно, он не верил. Нам не дано понять вообще. Мы иногда пытаемся, мы думаем, за них подумать, за наших руководителей бывших. Как же вот так? Вот как же вот тот же Михаил Сергеевич, там, Форосе. Вот там ещё один интересный. Тоже на отдыхе находился Михаил Сергеевич. А вы вспомните программу «Время», и когда она показывала репортажи. Сегодня генеральный секретарь СК КПСС отбыл на отдых. И это же показывалось. Его провожали в аэропорту, и перечисляет диктор. Товарищ Слюньков, Крючков, Воротников. И вот эта процедура, это ритуал, понимаете, отбытия в отпуск первого лица, когда в этом аэропорту, в аэропорту Внуково, собираются все. Казалось бы, повод-то какой. Ну, что всех собирать? Поехала-поехала. Почему? Потому что люди хотели увидеть его и как-то благодарность свою выразить. Да, поэтому как-то, да. Но он ведь и не сообщал. Он не сообщал, он менял, кстати, места дислокации. То на одной даче, то на другой, чтобы враги не узнали, где он находится. А это вот удивительный ритуал, который помнят все, кто программу «Время» смотрел 70-е годы, 80-е. Обязательно показывают проводы на отдых. И проходит месяц, другой репортаж. Сегодня возвратился с отдыха и опять встречает товарища Слюньков, Крючков, Воротников. Вот так и Михаил Сергеевич Горбачев, он не изменял этому ритуалу. Я помню это его отбытие, 91-й год, да, показывают. Михаил Сергеевич, значит, уезжает. Ну и в результате, вы помните, как он вернулся уже, там ни товарища Слюнькова, ни Крючкова, никого там уже не было. Другие люди тех посадили, а эти, значит, другие встречают. Поэтому вот что значит уезжать в отпуск. И при этом показывать, да, что надо все-таки сидеть поближе. Москва прекрасное время для проведения отпуска, я хочу сказать. Мы сейчас к этой теме переходим. Мы же все-таки рассказываем, москвичи. И вы знаете, многие люди со всего Советского Союза стремились попасть в Москву всегда, провести здесь свой отпуск. Не только в Гуми Цуми, а еще в Тротиковской глифеи, постоять, посмотреть на великие шедевры реализма. Там же такой стиль в основном был. В Рубеля почти потом уже народу как-то, да, стали потихонечку дозировать. И вот это Центральное бюро экскурсии, спутник оно называлось, да, это тоже показывает, насколько система была отлаженной. И она приносила прибыль. Понимаете? Мы сейчас вот, ах, куда мы поедем, нас не выпускают. Куда ехать, товарищи? Страна-то прекрасная. Огромная, прекрасная. Посмотрите, в одной Москве только. Я вот уверен, что многие даже в Кремле-то не были. Ну, понятно, почему, потому что некогда, так сказать. Я-то помню еще времена, когда туда пускали бесплатно. Запросто, запросто. Просто заходи и все. Так вот Лев Толстой тоже зашел однажды, там Берсы жили. Ну, понятно, что сейчас там нужно и денежку заплатить, но тем не менее, хорошо бы с Кремля начать. Начать посмотреть, хотя бы познакомиться. Посмотреть, да, чтобы потом рассказать детям. Соборы великолепные. Соборы. И вообще Советский Союз занимал одно из первых мест в мире по размаху туризма. Внутренне. Внутренне. И если мы возьмем статистику по Москве, она очень интересная. Вот смотрите, как интересно. Среди занимающихся туризмом граждан треть составляют рабочие и служащие. Еще треть инженерно-техническая и творческая интеллигенция, а также студенты, школьники и пенсионеры. Интересно. Помните, еще песня была «Я вас люблю в столице» Лев Лещенко пел. А еще если лестницу Москвы все сложить в одну. Да, да, прекрасные песни, тоже мы их вспоминаем. И песни о Москве, они сопровождали как-то вот эти воспоминания о туризме, когда люди приезжали сюда. И это формировало образ Москвы гостеприимной, которая была рада всем. И столица, вот это очень важно, да, это столица, это большой город, который всех принимает, рад всем. И каждый может найти здесь развлечение по своему вкусу. Кто-то пойдет в библиотеку, кто-то на ВДНХ. ВДНХ очень пользовался большой популярностью. Да, ВДНХ действительно было центром такого притяжения. А там рядом немало было гостиниц. Ну, они были такие трехзвездочные. Байкал, по-моему, можно было там поселиться. Ну, иностранцев селили, конечно, в метрополе, в национале. Иностранцы приезжали, любили Москву. И, конечно, тут и матрешки нам вспоминаются, которые они увозили с собой обязательно. Бутылка водки-то столичная. Икра черная, икра красная. Икра красная. Кстати, вот там магазины «Березка», пожалуйста, были к услугам иностранных туристов. Можно было купить все абсолютно. Даже книги, пластинки продавались. Понимаете, там было чуть ли не полтора, десятка таких магазинов за свободно коромертируемую валюту. То есть все для них. Для иностранцев. Поскольку они были как дети. Ну, ты знаешь, как дети цветы жизни. А иностранцев их же всегда пропускали. Особенно в рестораны. Вот всегда ресторан мог... Вот был открыт ресторан для иностранного туриста. Потому что к ним какое-то особое было отношение. Как к каким-то неведомым созданиям. Обратите внимание на эпизод фильма «Три плюс два». Когда мы видим, с вами пришел один из героев его. Евгений Жариков играет. Он приходит с девушкой. И он говорит, ресторан на спецобслуживание. И тот вдруг начинает говорить по-английски. И тогда изгибается перед ним официант. Вот это вот, понимаете, вот так вот изгибается. То есть мы вам всегда рады. А, не наш иностранец. Да, ради бога. Вот это что-то странное в нашем характере. И я в фильмах постоянно вижу этого. Помните другой момент «Время желания», где мы видим Веру Алентова, Анатолий Попанов. Он пришел к ней в гости первый раз. И она не знает, как его вытурить. Потому что он засиделся. И тут она такси пытается заказать. И говорит, тут у меня чешский турист, там как товарищи. И быстро, так сказать, такси приезжают. То есть всегда им особое внимание. Почему? Чтобы, не дай бог, плохо не подумали о нас. Не уехали с каким-то чувством. Неприятным. Да. И приехали, и рассказали, что московичи, на самом деле, люди гостеприимные. Такое было, да. Я думаю, ну, искренне как-то. Ну, может быть, чересчур где-то. Ну, чуть-чуть, да. У них там все. Но им было здесь интересно. Вот у меня в книжке есть документ интересный, архивный, на Красной площади. С 65-го года, по-моему, этот отчет компетентных органов о безобразиях на Красной площади. Значит, о чем там говорится? Что к иностранным туристам пристают дети советские. Предлагают им купить чуть ли не медали и ордена советские. И вот меня что поразило, это, по-моему, год какой-то 65-й. Пионер такой активный. Медали за оборону Москвы. Хотел продать этому туристу. И вот это описывается историей, я думаю, все-таки это же не 80-е годы. Это такой интересный очень момент. Туристы жаловались неоднократно на приставание вот этих безответственных. Не то, что детей, а безответственных граждан, пытавшихся что-то им предложить. Да, да, обменять. Понимаете? Вот это вот был такой момент. И обращается внимание в этой записке компетентных органов на недопустимость повторения подобных случаев. На недостаточность воспитания определенного рода граждан, которые вот каким-то образом всегда проникают в иностранные делегации и мешают отдыхать иностранному туристу. К гражданам. Ну, мы знаем, как-то мы делали, помните, беседовали о фестивале 57-го года. Там вообще было просто жутко, когда готовы были обменять на какую-то рубашку этого латиноамериканца, все с себя снять, поменяться с одеждой. Это вот невоспитанность, ну, была у некоторых. Ну, неуважение к самому себе, все-таки, чувство достоинства. Зря тебе так уж. Да, отсутствует в данном случае. Но основная масса советских людей, барометр у нее показывал ясно. Помните, как куплетист Веллеров-то говорит? Да, да. То есть в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. Барометр у советских людей показывал ясно, в основной массе граждан. Кстати, мы вот вспомнили с вами фильм «Три плюс два», и как раз хорошо бы поговорить об автомобильном туризме. Насколько он был. Саша, но ведь машин было мало. Тем не менее, даже для такого небольшого количества машин были организованы остановки на всем протяжении вот этого огромного пути на юг, на Кавказ, в Крым. Для того, чтобы человек советский не уставал, он мог отдохнуть в кемпинге, например. Мотели вот так всевозможные были построены, гостиницы. Но вот туристические базы, автотуризм это называлось. И купивший путевку, то есть путевку надо было купить, автотурист, он мог уже заранее, заранее, он знал, где он остановится в этом мотеле, и питаться там, и пользоваться бесплатной автостоянкой. Это все было продумано, это не было вот хаотично. Нет, пожалуйста, кто-то и так путешествовал. Но все продавалось. Другой вопрос, в каком количестве? Но система была. Система была, это самое важное. Система была. То есть, пожалуйста, вы покупаете, вы останавливаетесь по пути в конкретных кемпингах и гостиницах. Вот систему бы совершенствовать, а не разрушать, правда, Саша? Да, конечно. Совершенствовать и исправлять те недостатки, которые были. Но система-то была продумана? Продумана. Но, конечно, система имела и преимущества, и недостатки, в том числе и отсутствие мест. Человек приезжал неожиданно. Вот так вот, знаете, такой туризм хаотичный. Личный такой. Да, и тогда вот уже мест нет, говорили. Понимаете? И люди не знают, где люди спали. Они спали непосредственно в холлах. Вот помните фильм «Родня», где там спят они ночью, и главная героиня играет Нонна Мордюкова. Она спит, и ее приятель. Вот это было естественным таким явлением в то время. Где-то люди должны были переночевать. На вокзалах. Мест хронически не хватало. Хронически. Ну, естественно, не будешь ночевать на скамейке. Могут и в милицию забрать. Потому что система взяток очень была распространенная. Ты платишь и получаешь. Но интересно, что одноместных номеров практически не было. Всегда с кем-то надо было останавливаться. Да, вот этот момент интересный. Ну, и тогда были такие правила. Паспорт издавался в гостиницу. И оставался. И оставался там. После 11-ти. Запрещалось. Никого туда не водить. Очень строго. Потому что могли с милицией прийти просто и выселить. То есть в этом отношении следили довольно жестко. Ну, работники гостиницы всегда относились к так называемым блатным профессиям. Понимаете? Мы с вами вспомним фильм «Вокзал для двоих». Замечательная мелодия Андрея Петрова. Вы помните там песню Ширвинд? Александр Ширвинд играет топера в этом ресторане вокзальном. И вот он поет. «Живем мы что-то без азарта». Это же он поет. Да, такой необычный образ. Вот мы там как раз с вами можем наблюдать такую гостиницу, куда хочет поселиться случайный человек. Он, правда, не ездит ни с туристической целью. Но вот это вот средний такой городок, среднего масштаба. И он не может, она приводит его. Она говорит, у меня нет места. Должны там приехать какие-то. Иностранцы, говорит, могут приехать. Вот такое отношение. Должность хорошая была администратора. Как говорили, блатная профессия. Потому что общение с иностранцами, это и возможность какие-то вещи там получить. Сувениры, это же тоже бросались все. Помните, выставки иностранные. Бросались за какими-то проспектами. Такая дикость была. Такая огромная страна. В общем-то, промышленно развитая. Но именно соприкосновение со всем иностранным у некоторых граждан просто вызывало вот такие неизменные чувства. Жвачки вот тоже это было. Когда они разбрасывали жвачки. Да, а советские люди их, так сказать, ловили. Но это неприятность. Ну, я вот был сам свидетелем нечто подобного. Да, поэтому вот опять же советский человек не может в гостинице место получить. Это его унижает. Безусловно. Безусловно, унизительно. И он пытается обойти какими-то подарками. Подношениями особенными. Потому что всегда кто-то приезжает. То делегаты какой-то конференции. То Тамбовский хор. То участники спартакиады. Они же все время ездили. То лично Василий Васильевич. Да, да. Бронь тогда была. Помните, бронь. Бронь. Бронь или броня еще, как говорили. Как Райкин говорил. Вы попробуйте без брони. Вот проблемы были. Но они о чем говорят? Что очень большое было передвижение внутри страны. Огромное. Ну, возьмите знаменитые поездки по Золотому кольцу. Это же как было популярно. Старые русские города. Да. Поехать, посмотреть. Там неделя, две. Это чрезвычайно было. Познавательное. А почему-то сейчас, Саш, как-то угасло вот это желание. Да, сейчас есть подобные туры. Но проблема, мне кажется, в отсутствии вот такой развитой инфраструктуры. То есть нельзя это рекламировать до такой степени, чтобы это стало, я не знаю, каждому абсолютно доступно. Тут еще... Легко, чтобы это было. Да. Есть такой момент. Все-таки, что мы хотим? Чтобы туристов побольше приехало? Или мы все-таки хотим сохранить, допустим, город Углич еще и для последующих поколений? Этот момент важный. Потому что ведь приедут, все вытопчет. Ну, чего вы говорите? Я вот бывал в разных местах, и чувствуется, что где очень много народу, там вот, например, в Петергофе, там просто стонут. Правда, не от наших туристов, а от туристов из КНР. И один из директоров музеев, как раз расположенных в Ленинградской области, таких вот дворцов, она сказала однажды, правильно, что мы хотим, мы должны понять. Мы же сохранить это хотим? Или мы хотим, чтобы это все было растоплено? Потому что людей много не может проходить через эти дворцы уникальные. В таком количестве. Да, да. Вот эта проблема, она есть. Поэтому нужно разные варианты предлагать. Кто-то в Золотое кольцо, кто-то по дворцам Ленинградской области, кто-то больше, конечно, может быть, надо восточную часть нашей страны. На Байкал, ну вот сейчас поезд есть такой. Но дорого. 90 тысяч, это очень дорого. Неделю на одного, понимаете? Потом мало того, что в поезде тяжело, это тяжело. Это так вот, неделю, понимаете, надо как-то решать. Ну, кто может себе позволить? Дорого. Один человек не поедет. Значит, двое, это уже 200 тысяч. Ну, почти 200 тысяч. Там же надо питаться еще. Поэтому в советское время там в чем был плюс? Это было доступно. Дешево было. Это были цены единые на все. Соответственно, вас не могли содрать больше, чем нужно. Если вы только сами не хотите осчастливить администратора гостиницы. Но это вот и порождало дефицит. С другой стороны. Ну, как-то надо урегулировать, соединить. Разные мнения, и, может быть, все сложится. Саша, остановимся на этой... Радостной. Ну, такой проблеме. Она серьезная, ее надо решать, о ней надо разговаривать, размышлять. Оставайтесь с нами. Мы сейчас послушаем музыку, песни, и потом вернемся в студию. Напомню, Александр Васькин, известный писатель, историк Москвы, наш гость Ирина Кленская. Оставайтесь с нами. Если улицы Москвы вытянуть в одну, то по ней пройдете вы через всю страну. Если лестницы Москвы все сложить в одну, то по ней беретесь вы прямо на луну. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива, со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Заблудиться можно в ней ровно в пять минут, но она полна друзей, и тебя найдут. Приласкают, а подряд, скажут, не робей, звезды красные горят по ночам на дне. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива, со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва. Днем и ночью каприбой, все кипит вокруг, но когда-нибудь с тобой встречусь я, мой друг. Я одна теперь пою, а тогда вдвоем, эту песенку мою, мы с тобой споем. Вот она какая, большая, прибольшая, приветлива, со всеми, во всех сердцах жива. Любимая, родная, красавица Москва.